Мы вот и пресс-служба, наше идеологическое управление договорились, что с этого года мы какой-то будем выстраивать формат работы для того, чтобы было и вам более удобно общаться, ну и естественно мне как руководителю области. Доброе приветствие раскрепостило участников встречи, тем более что вопросы были у каждого подобный тандем. Журналисты-чиновники – это сила, способная эффективно решать существующие проблемы. Задача СМИ – помогать и корректно направлять, а не усугублять ситуацию в своем выступлении, предваряющем вопросы журналистов. Анатолий Лис отметил, подводя итог 2016 года, что экономикой региона развивалась положительная динамика, и это позволило по целому ряду показателей обеспечить темпы роста выше средних республиканских. Губернатор определил топ-шестерку основных направлений работы области, которые позволили занять лидирующие места в республике. Это увеличение темпа вроста волового регионального продукта, розничного товарооборота, выручки от реализации продукции промышленного производства, а также первые позиции в производстве продуктов питания и в экспорте сельхозпродукции. Значительно перевыполнено задание по вводу в эксплуатацию жилья. В целом, работа экономики области обеспечила поступление в местные бюджеты более 1,3 млрд. рублей собственных доходов, что на 20,3% больше, чем в 2015 году. Это позволило нам профинансировать строительство ряд значимых для области социальных объектов. Введены в эксплуатацию спальный корпус для Брестского областного центра медицинской реабилитации детей «Тонус», школа-сад на 471 место в южном городке Бреста, Завершена реконструкция инфекционного корпуса Брестской областной больницы. Вы знаете, более 5 лет мы его строили и затратили в целом около 360 недоминированных миллиардов рублей. Значит, это практически новая больница. Кроме этого, городские очистные сооружения города Бреста строили. Вы видели, что закончили мы, удалось в первую очередь западного обхода завершить в Брестской крепости. Это более 70 млрд. рублей затратили. Ну и другие работы. Кроме этого, удалось отремонтировать 217 км местных дорог. Область за 11 месяцев заработала 564,4 млн. рублей чистой прибыли, что в 5,7 раза больше, чем за соответствующий период 2015 года. Во многом эти результаты позволили по уровню номинальной среднемесячной заработной платы нам немножко подняться, так как мы в основном так сложилось по области, что мы были последние, к сожалению, по уровню заработной платы. В прошлом году нам ударилось на две ступеньки выше подняться. Это радует. Что касается 2017 года, то расслабляться не стоит, подчеркнул Анатолий Лис. Он будет не менее напряженным. Повышение экономической эффективности сельхозпроизводства, создание комфортных условий для инвесторов и привлечение иностранных инвестиций на чистой основе, а также продолжение работы по уже начатым проектам, те задачи, которые будут главенствовать в году текущем. И уже более подробные ответы дал глава области, отвечая на вопросы представителей СМИ, первые из которых – отрасли экономики, которые могли бы развиваться интенсивнее в 2017-м. В числе наиболее перспективных – пищевая, легкая, химическая, деревообрабатывающая промышленность, машиностроение. Также увеличение мощностей по производству спирта до 6 тысяч дал и внедрение технологии по переработке после спиртовой борды на Ивоцельском спиртзаводе. Также организация производства сыра «Манчега» на Беловецких сырах и ряд других запланированных реализаций в текущем году проектов. Также в 2017 году планируется организация производства современных пневмо- и гидроцилиндов, хромированных штоков и труб на «Салио Кобрин». Там проект очень серьезный, более 100 миллионов долларов. Это, конечно, компания «Амкадор» будет этим заниматься, но это будет и с привлечением китайской кредитной линии. Мы рассчитываем, что этот серьезный проект будет также реализован в городе Кобрин. Электрических котлов на Белозерском энергомеханическом заводе в Березовском районе. Это тоже тема очень актуальна. Вы знаете, что со строительством атомной электростанции у нас будет достаточно количества электроэнергии, и, конечно, нам надо будет ее использовать, в том числе и в бытовых целях. Поэтому мы готовимся и серьезно на Белозерском заводе будем заниматься этими проблемами. Также сборочного производства малотоннажных грузовых автомобилей из китайских машинокомплектов на Брестмаше. Строительство аккумуляторного завода «Волод» в свободной экономической зоне Брест. Новые проекты – это новые рабочие места, потому обоснован и вопрос об их создании. «Только становится рынка труда. Вы немного затягивали его. Очень приятно, что Брещина в лидерах по созданию новых рабочих мест. Будет ли эта тенденция сохранена, и какие резервы для этого есть у нас на Брещине?» Ответ губернатора лаконичен. Новые места будут создаваться. Не менее 6,5 тысяч за счет создания новых предприятий. В первую очередь ставка делается на развитие предпринимательства. Строительная отрасль, сельскохозяйственная, их развитие и перспективы. Все основные сферы жизнедеятельности области подверглись скрупулезному анализу. Развернуты ответы, объясняющие ситуацию, и нацеливающие на разрешение проблемных моментов, где они существуют. Например, что касаемо свободной экономической зоны Брест. В целом ситуация там нормальная, контролируемая. И она работает, как и было, она всегда одна из лучших в своей отрасли. С 1 января, вы знаете, какие проблемы возникли, что с 1 января 2017 года условия работы резидентов свободных экономических зон Республики Беларусь существенно поменялись. Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. С целью компенсации с 1 января 2017 года сумм таможенных пошлин резидентам свободных экономических зон 30 декабря 2016 года президентам нашей страны был подписан указ, призванный снизить налоговую нагрузку для резидентов СССР. Так, с 2017 года увеличивается льгота по налогу на прибыль, отменяется арендная плата за земельные участки, отменяется налог на добавленную стоимость для резидентов СССР, выпускающих товары для внутреннего потребления. Кроме того, данным указом продлевается срок деятельности всех свободных экономических зон Республики до 2050 года. Снижается минимальный заявленный объем инвестиций для новых резидентов СССР. Учитывая уникальное географическое положение города Бреста, президентам одобрено наше предложение по расширению территории свободной экономической зоны Брест. Экономическую тему продолжил вопрос об умении брестских управленцев договариваться о новых рынках сбыта, о поиске новых партнеров. В 2016 году экспортные поставки нашей области осуществлялись в 84 страны мира. Основным, конечно, я вам говорил, это Российская Федерация. Порядка 80% всего в целом экспорта, значит, это Российская Федерация. За январь-ноябрь 2016 года предприятиями области открыто 11 новых рынков сбыта. Куда мы стараемся идти и с чем? Аргентина, машины посудомоечные, Бразилия, ткани хлопчатобумажные, Ливан, значит, велосипеды трехколесные, Македония, мука и зерна и прочих злаков, Нигерия, костюмы, комплекты, жакеты, Аман, мононить, Панама, костюмы также. Потому что у нас развита легкая промышленность, поэтому, конечно, надо с этими идти туда. Лесоматериалы в Португалию, значит, что еще? Ну, Танзания, значит, тоже спирт этиловый их интересует. То есть вот с этими товарами, значит, мы стараемся выходить на эти рынки. Следует отметить, что поставки на рынки, открытые в 2015 году, не стали разовыми. В ходе пресс-конференции губернатор ответил на десятки вопросов, которые волнуют не только журналистов, но и разные слои населения области, подчеркнув, что люди на Брещи не понимают, трудности заканчиваются. Главное – пережить их, не впадая в прострацию и не делая скоропалительных выводов. Заканчивая встречу, Анатолий Лис пожелал больше позитивных информационных поводов, более тесного и, главное, плодотворного сотрудничества.